Городская среда! По-домашнему уютный и привлекательный город Малгобек в последнее время еще больше преображается. Проект «Комфортная городская среда» позволяет узнать, что же все-таки хотят видеть в своем родном городе малгобекчане. По желанию немало и львину, и их долю уже удалось исполнить. В прошлом месяце в местах массового скопления людей были установлены ящики для предложений. В 2017 году она у нас была, ну как бы, проходила эта программа первый раз по всей республике Ингушетия. В рамках программы «Формирование комфортной среды» мы благоустроили 14 дворовых территорий и 3 общественных территория. В этом году мы планируем объединить выборы президента и выборы рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной среды». И уже непосредственно, чтобы население, жители города голосовали за тот или иной там участок улицы или же общественную территорию. До недавнего времени картина в некоторых малгобекских дворах была, мягко говоря, нелицеприятная. Отсутствие асфальта создавало огромное количество грязи в дождливую погоду, а летом из-под слоя пыли трудно было узнать свой автомобиль. Теперь эти проблемы в прошлом. В числе отремонтированных и дом по улице Базоркина. Продолжение следует... Пожалуй, больше остальных радуются дети. Оно и понятно. Площадка для развлечений и досуга, установленная во дворе, не может оставить равнодушным. Сразу после занятий в школе теперь эти дети не садятся за компьютеры, а выбегают на улицу поиграть в песочнице или покататься на качелях. Раньше у нас не было площадки, мы сидели дома, а теперь у нас появилась эта площадка. Нам у нее очень сильно нравится она. Здесь нет грязи, как после школы мы всегда заходим сюда и скатываемся с горки, играем в песочнице и катаемся на качелях. Теперь у нас самые красивые два Молгобека. В ДК Молгобека также был установлен ящик для предложений. Одна из первых свои пожелания записала Роза Евлоева. Родной для нее город воинской славы она хочет видеть еще краше и зеленей. Роза Евлоева, Рахман Суров, Новости 24.